Всего 30% женщин получают удовольствие от анального секса. Что происходит с оставшимися семью десятью, будем разбираться в этом видео. И не просто разбираться, сегодня мы посмотрим на то, как анальный секс в отношениях может повлиять на их качество. Я вам больше скажу, огромное количество пар расстаются по причине того, что мужчина настаивает на анальном сексе, а женщина отказывается и говорит, нет, я не хочу, Гриша. Он говорит, надо, Галенька. Кто-то соглашается, кто-то отказывается. В общем, пары расстаются, беда. Да, мало того, что попытались отиметь сокровенное место, так еще и бросили в конце. Вот сегодня будем разбирать такую достаточно интимную тему. Я очень верю, что каждая из вас здесь обнаружит себя. Более того, досмотрите это видео до конца. Если вы не знаете, как правильно отказать мужчине в анальном сексе, я обязательно вам об этом расскажу. Но, кроме того, ваша задача вообще понять и осознать саму природу, почему мужчина, сука, лезет туда, откуда выходят каловые массы, почему он хочет пробраться в то самое отверстие, в которое, возможно, вы его никогда и не впустите. Будьте внимательными. Давайте будем изучать данную тему. Итак, начать я бы хотел вот с чего. С разбора, является ли это вообще нормой. И вот в этом случае специалисты, там, сексологи, психоаналитики, психотерапевты очень аккуратны. Почему? Потому что такой вопрос перверсии, да, каких-то отклонений от нормы, он очень часто обсуждается. И, как говорят, то, что является нормой для одной семейной пары, может являться отклонением для другой. Если, например, в паре встречаются два человека, которые действительно получают от этого удовольствие, от анального секса, никто никому ничего там не пытается навязать, это обоюдное желание, люди понимают, как это делать, что с этим делать, окей, это их личное дело. Пускай делают все, что хотят. Но при этом есть же и другие пары, для которых это может быть не нормой. Почему? Сюда можно отнести, естественно, и убеждение, установки, мораль, воспитание, религиозный аспект, очень важный, между прочим, потому что мы прекрасно с вами знаем, что это не приветствуется с точки зрения различных конфессий. Я считаю, что это абсолютно грязное, непотребное занятие. Поэтому есть категория людей, для которых это является отклонением. Поэтому утверждать на 100%, что если вы занимаетесь анальным сексом, значит, вы плохие, мы не можем. И говорить людям, которые им не занимаются, мы тоже не можем, что вы какие-то ненормальные, и с тобой что-то не в порядке. Теперь давайте разберемся, почему мужчину действительно так тянет к анальному сексу. Что он там для себя такого удивительного обнаружил. Мы с вами прекрасно понимаем, что абсолютно любой человек понимает, для чего нужна попочка, для чего необходима вот эта дырочка, из которой что? Очень часто выходят каловые массы. И безусловно, они же не входят туда, а выходят оттуда. То есть, это прямая кишка, система очищения организма. Если говорить прямым словом, так как канализация, через которую выходит все самое ненужное организму, отшлакованное, отработанное и не приносящее пользу. Так вот, как показывает статистика, большая часть мужчин, это опросы, которые проводились различными институтами, учреждениями. Как показывает статистика, большая часть мужчин склонна к анальному сексу, желанию попробовать анальный секс после регулярного, либо не очень регулярного просмотра порнографических фильмов. Где, значит, женщина получает какое-то нереальное удовольствие от того, что в нее входит, значит, мужчина и занимается с ней сексом. Безусловно, безусловно. При этом никто из этих мужчин не учитывает тот факт, что там находится актриса, что ее стоны, это не всегда стоны от удовольствия, может быть, ей больно, может быть, она терпит, а может быть, она соглашается на это только потому, что ей заплатили. Но его это уже не интересует. Он считает, что это очень круто, что этим можно разнообразить сексуальную жизнь, и предлагает своей женщине. Давай попробуем. Кто-то даже настаивает. И вот я читал как-то одну статью, где, значит, один сексолог рассказывает, как к нему приходят мужчины и женщины. И при этом женщины, значит, приходят с вопросом, как, значит, относиться к анальному сексу, как взаимодействовать с мужчиной во время анального секса. Нормально это либо ненормально, он говорит, если брать статистику, то из 100% мужчин, которые ко мне приходят, если 1% задавал такой вопрос, это хорошо. Но из 100% женщин такие вопросы задает большая часть. Потому что это действительно беспокоит очень многие семьи. О чем это говорит? Что мужчину, в принципе, вопрос, является ли это нормой, либо отклонением, он не беспокоит. Вот он захотел и напористо начинает, значит, предлагать своей женщине заниматься анальным сексом. Следующий важный момент, это мысль о том, что анальное отверстие дает плотность ощущений, ну, не совсем такую, как дает влагалище, например. Ну, не знаю, каким должно быть натренированным влагалище для того, чтобы создать такое давление на половой член, как создает, значит, прямая кишка. Так, вот мужчинам нравится, что он там более узенько, пойду-ка я туда, там, где более узенько. Ощущения совсем другие, как здорово и прекрасно. Ну, а если, знаете, как шутка есть, а если у мужика, как карандаш, то он даже в анальном отверстии будет чувствовать себя дискомфортно. Это как, вот есть входная дверь в квартиру, вот ты же можешь через дверь входить. Нет, надо через форточку переться. Ну, Гриша, что ты ходишь через форточку? Заходи в дверь, мне через форточку больше нравится. Так вот, если мы говорим, да, про порнозависимость, про насмотрелись порнушки, попробовать хотим и так далее, мы здесь забываем женщину. Мы прекрасно понимаем, что женщина это все-таки такой хрупкий сосуд. И есть действительно девушки, которым это нравится, которых это заводит. И вот этот элемент порнографии, элемент визуализации, когда, допустим, женщина представляет себя там сразу с несколькими сексуальными партнерами. Двое мужчин, она одного ласкает ртом, второй заходит в нее, во влагалище, а может быть они вместе, двойное проникновение, один в попу, другой во влагалище, значит, и так далее. То есть, есть категория женщин, для которых эта фантазия где-то присутствует. Она не является для нее чуждой, но ограничивают определенные страхи. И, безусловно, если мы говорим про мнение женщин, оно очень важно. Поэтому, когда мужчина, а я знаю, что мужчины тоже смотрят мой канал, когда вы пытаетесь свою женщину склонить к анальному сексу, вы должны понимать, что не в ваш зад будут входить. В принципе, это уже как бы ясно и понятно. А вы пытаетесь войти в женщину, поэтому ее мнение должно учитываться. Является ли отказ женщины поводом для того, чтобы обидеться? Нет, не является. Мы об этом поговорим с вами еще немножко позже, когда будем разбирать уже формы отказа, как это сделать правильно и почему это необходимо сделать. Давайте пойдем дальше. Можно себе представить анальное отверстие некой границей. Когда мужчина пытается наружить границы личного пространства, а женщина говорит, ой-ой-ой, не надо, не надо. Она отстаивает свои границы, а он настаивает, и начинается конфликт. И у меня на программе, я такая одна удобная или уникальная, мы говорим о различных формах сексуальности. Деструктивная, дефицитарная сексуальность, конструктивная сексуальность, различные убеждения, установки, этапы взросления, в том числе и границы личного пространства. И девушки, которые действительно хотят научиться взаимодействовать со своим партнером с позиции психологической зрелости, а не с позиции ребенка, потому что многие из вас не могут отказать мужчине не только в анальном сексе, но еще и во многих других вопросах, потому что не умеете управлять своими границами личного пространства. А к этим границам относятся не только психологические, эмоциональные, физические, финансовые границы, но в том числе и сексуальные границы личного пространства. И вот очень часто в отношениях происходит нарушение сексуальных границ В той или иной степени. Вот как их отстаивать, как правильно взаимодействовать с мужчиной, я рассказываю на своей программе. Она абсолютно бесплатная, из любой точки мира можно принимать участие. Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Поехали дальше. Давайте вспомним дедушку Фрейда, который рассказывает про различные этапы формирования личности. Он упоминает о том, что существует анальная стадия личности, когда ребенок в 2-3 годика подходит к периоду, когда он получает удовольствие от акта дефекации. Когда ребенок садится на горшок, начинает какать, присутствует определенное эротическое возбуждение. Есть детки, которые, допустим, справлялись с этим самостоятельно, все у них получалось. Есть детки, которые сталкивались с проблемной дефекацией, кто-то осознанно задерживал акт дефекации и так далее. То есть, если рассмотреть теорию Фрейда, там действительно можно нарыть различные формы застревания. И если мужчина, например, застрял, согласно Фрейду, в стадии анальной фиксации, сформировал в себе такой анальный тип личности, то это тоже в какой-то степени может сказываться на его желании соприкоснуться с чем-то очень грязным и неприятным. Ему там в детстве запрещали какашками все пачкать, либо ему надавали за то, что он обкакался, еще что-то. И вот он теперь пытается компенсировать определенные состояния и лезет туда, где можно в прямом и переносном смысле быть не совсем чистым. Если это видео наберет 100 тысяч лайков, мы запишем отдельный видеоролик, где, согласно Фрейдовской теории, подробнейшим образом разберем анальную стадию взросления. Для того, чтобы вы не допустили ошибок, которые приведут вашего ребенка к тому, что он вырастет и станет извращенцем, который сам будет мучиться и будет мучить других людей. Ставьте лайк и слушайте дальше. Вспомнилась одна очень классная штука. Знаете, какой обезьян? Самец выбирает самого главного конкурента в своей стае, в этом племени, где они обитают все. Трахает его в попу, тем самым дает понять всем остальным, кто здесь папа, кто здесь главный. Отымел его в анальное отверстие этого самца, тот с опущенной головой развернулся и ушел, значит. И он там выседает на самом большом теплом камушке. К чему это? Где-то, да, действительно животные инстинкты присутствуют у нас. И потребность мужчины в анальном сексе, это как потребность заявить о себе, заявить о своем превосходстве, о своей власти над женщиной. То есть, показать ей свою доминирующую позицию. И, как правило, это делают мужчины, которые не могут, к этому склонны мужчины, которые не могут доказать все ранее описанное другими, иными способами. То есть, один из немногих способов, это, значит, переспать женщиной, занявшись с ней анальным сексом. То есть, женщина, с одной стороны, сама толкает мужика на то, чтобы он ее в попу, траху, потому что она, ну, она занимает лидирующую позицию в отношениях, например. Нет, ну, возможно и такое. Это тоже может быть. Здесь, знаешь, можно с разных сторон посмотреть. С одной стороны, женщина, которая соглашается на анальный секс, она может где-то бессознательно демонстрировать мужчине свою слабость. То есть, я проигрываю тебе. Я тебе проигрываю. С другой стороны, можно воспринимать это, как если мы говорим про призыв такой, да, женщина очень сильная, она не уступает мужчине, либо она просто женщина, а мужчина ее воспринимает более сильной, нежели она сама. И для него стандартная форма сексуальной близости с ней не является удовлетворительной. Он пытается соблазнить ее на анальный секс. Если она проигрывает ему, поддается, он себя чувствует более комфортно. То есть, тут ситуацию можно с разных сторон уже рассматривать. Следующий очень важный момент. Видели, когда собачку все видели, да? У собачки есть хвостик. У нас хвостика нет, у нас есть копчик. Ну, как будто такой маленький хвостик должен там быть. Когда собаке страшно, что она делает? Поджимает хвост. Вспомните свое состояние с детства. Когда вам страшно, когда вы в тревоге находитесь, вы что делаете? Хотим мы этого или нет? Мы поджимаем булочки свои, поджимаем ягодицы, сжимаем анус. Не зря говорят, что там, в области ануса, фиксируются наши страхи, тревоги, испуги различные и так далее. Безусловно, где-то желание победить внутренний страх свой и подталкивает мужчину к тому, чтобы проникнуть в анус к женщине. То есть, проникая в анус женщины, мужчина думает, что он справится со своими внутренними проблемами. О чем это говорит? Чем больше мужчина находится в состоянии тревоги и внутреннего дискомфорта, тем чаще у него возникает желание заняться анальным сексом с женщиной. То есть, это мужчины, которые, первое, сфера деятельности может, например, граничить с какой-то повышенной опасностью. Их туда можно отнести. Это мужчины-невротики, которые в постоянном тревожном состоянии находятся, не умеют управлять своей тревогой, где-то уже в хроническом состоянии тревоги. То есть, стрессы, постоянные нервные какие-то сбои и так далее. Они тоже очень часто могут быть склонными к анальному сексу и могут намекать женщине на это, типа, давай, давай, попробуем, попробуем. Следующий очень важный момент. И он один из самых главных, о которых я сегодня хотел сказать. Мальчики, которые воспитывались в семьях, где им прививалась высокая мораль, нравственность, определенные ограничения, навязывались установки убеждений, в том числе и страхи, причем страхи, начиная от социально навязанных до религиозных, это мальчики, которые, вырастая, достигая определенного возраста в психосексуальном развитии, в наибольшей степени предрасположены к различным формам сексуальных извращений, в том числе к повышенной потребности заниматься анальным сексом. И, естественно, обратная ситуация. Мальчики, которые воспитывались в семьях, где к ним не применялась строгая родительская педагогика, каких-то ограничений и так далее, и так далее, они в наименьшей степени, в меньшей степени предрасположены к тому, чтобы заниматься анальным сексом. Здесь я, конечно, мы с Рустамом даже говорили перед началом записи этого видео, можно было бы акцентировать внимание на некоторых группах и социальных институтах, где ярко выражено, например, это пропагандируется. Но я не буду этого делать для того, чтобы ни в коем случае не сформировалось мнение, что я имею какое-то отношение против этих самых институтов. Но, как показывает практика, я думаю, вы поймете, о чем я сейчас говорю, присутствуют действительно некие учреждения, где, в принципе, присутствуют исключительно только мужчины, и среди этих мужчин популяризируется, даже не популяризируется, а распространяется активное участие в сексуальной близости друг с другом. То есть там один мужчина занимается анальным сексом с другим мужчиной. И где-то это даже происходит против воли того самого мужчины. И наверняка у вас сейчас разные мысли возникли, о чем я сейчас говорю. Но я уже насчитал шесть разных социальных институтов, если их можно так назвать, где подобные практикуются. Если вы догадались, о чем я, можете набросать в комментариях свои версии. У меня их даже уже седьмая появилась, семь. Но я не скажу об этом ни в коем случае. Не хочу раздувать каких-то конфликтов, разборок здесь и так далее. И тем более потом еще направдываться перед кем-то. Так вот, очень важный момент. Каждый из вас, каждая женщина, мы сейчас много говорили про мужчин. Каждая женщина, которая находится в отношениях с мужчиной в той или иной степени, живет с определенными опасениями, что эти отношения могут закончиться. И как я вначале сказал, кто-то соглашается на анальный секс только лишь для того, чтобы не потерять партнера. Кто-то все равно теряет партнера, потому что не получается договориться. На моей программе, вот прежде чем я сейчас расскажу о способах отказа, на моей программе, я такая одна удобная или уникальная, я помогаю вам, дорогие девушки, обрести внутреннее согласие с собой, привести в порядок самооценку, сексуальность вашу. Ведь, как я уже сказал, многие из вас даже, может быть, и мечтают об этом, и фантазируют, и визуализируют, но не знают, как правильно войти, значит, в состояние готовности к тому же анальному сексу, и не только анальному, потому что присутствует масса блоков, вот об этом я рассказываю на этой программе. Она абсолютно бесплатная, это диагностический курс, который длится 5 дней, каждый день по полтора часа в среднем, может быть, чуть-чуть больше. Вы получаете огромный объем информации, ответы на все свои вопросы. Поэтому, если вы действительно хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, переходите по ссылке, регистрируйтесь и принимайте участие. Когда вы говорите мужчине строго нет, безусловно, это может внести конфликт в отношения. Мужчины по-разному на это реагируют. Понятно, что если он психологически зрелый, он отнесется к этому спокойно, где-то, возможно, будет обсуждать это с вами, но не будет настаивать ни в коем случае, и тем более не будет вас как-то наказывать лишением любви, чувственности, внимания и так далее. Но не все мужчины психологически зрелые. Поэтому задача женщины постараться не отвечать прямым отказом. Не говорите мужчине, нет, я не хочу, убери руки, я сказала нет. Этот отказ может выглядеть более мягко. То есть не нужно говорить нет, а скажи, ну я думала об этом, то есть я думала об этом, может быть как-то попробовать, а может быть нет. Но давай данную тему изучим с тобой вместе. Потому что ты же меня любишь, и я тебя люблю. И вряд ли ты хочешь причинить мне боль какую-то и сделать так, чтобы я потом мучилась и страдала. Меня очень беспокоит не сам факт, что ты будешь это делать со мной, а последствия, а последствия действительно могут быть совершенно разными. Начиная от анальной трещины и возможных воспалений, которые потом естественным образом еще и достаточно сложно будет вылечить, и болячки вплоть до гепатита С и того же СПИДа. То есть все, что угодно может произойти. Геморрои, разрыв прямой кишки, недержание в прямом смысле слова. То есть я думаю, здесь уже проктолог вам более подробно расскажет. Кстати, это тоже классная тема. Напишите об этом в комментариях. Я могу пригласить очень классного проктолога и с ним, как я и обещал, рассмотреть тему анального секса, насколько это безопасно, либо небезопасно с точки зрения физиологии женщины. Я вам приведу несколько примеров. Разрыв прямой кишки во время анального секса. У мужчины большой член, он решил со своей женщиной заняться сексом анальным. Она вроде бы согласилась, давай попробуем. И он сделал так, что там вплоть до операции у женщины были серьезные проблемы. Разрыв анального отверстия. Одна трещина, несколько трещин анального отверстия. Где, знаете, промежность, соединяющая дырочку анальное отверстие и влагалище. Когда просто происходит разрыв и начинается сильнейшее воспаление, опять операция, зашивая там и так далее. Инфекционные проблемы. То есть, этот вопрос напрямую связан с причиной отказа. То есть, я как будто бы и не против, даже если вы против. Но я бы хотел эту тему изучить с тобой. И вот когда мужчина и женщина открывают книгу, открывают научно подтвержденные статьи, где они читают о том, насколько это может быть опасным для женского здоровья, тогда и потребность мужчины в анальном сексе, если он действительно любит вас, вы для него действительно не просто объекты для удовлетворения своих сексуальных потребностей, но и любимая женщина, то вы эту тему будете изучать вместе. И она действительно должна изучаться. Анальный секс – это не шаблонная история. Еще раз повторюсь, с чего мы начали вначале. Есть группа людей, для которых это норма, есть группа людей, для которых отклонение. И даже та группа, для которых это норма, я вам также настоятельно рекомендую изучить подробнейшим образом все, что может быть связано с анальным сексом. Проблемы, последствия и так далее. Есть шутка такая, знаете, как пукает женщина, которая не занимается анальным сексом. Вот так. А как пукает женщина, которая часто занимается анальным сексом. Вот чтобы не довести себя до состояния, я вам очень рекомендую изучить эту тему. Я думаю, что мы обязательным образом снимем видео с проктологом, и, может быть, даже пригласим туда еще и сексолога. И вот для того, чтобы в таком формате диалога обсудить данную тему, я думаю, она будет очень интересна моим подписчикам. Субтитры создавал DimaTorzok